Добрый день, меня зовут Алексей Крайсиков Добро пожаловать на мой сайт Я продолжаю цикл роликов, который посвящен неврозам, невротическим расстройствам В Советском Союзе это называлось вегет сосудистой дистонии или нейроциркуляторной дистонии На самом деле есть у меня ролик, который посвящен почему этот диагноз пришел в эту страну как он там закрепился, почему он там был Все мои клиенты и постоянные люди, кто следят за мной, знают прекрасно об этом диагнозе уже правду Для тех, кто только присоединился, не поленитесь Посмотрите предыдущие ролики, будет полезно Вкратце скажу, что этот диагноз ставился в Советском Союзе Когда у человека были фобические, тревожные, обсессивно-компульсивные, депрессивные состояния В Советском Союзе не принято было, что у советских граждан должны быть такие роды заболевания Поэтому их так вот маскировали под термин по три буквы ВСД Естественно прописывали какие-нибудь физиопроцедуры, не тревожьтесь В сложных случаях прописывали какие-то успокоительные средства Но с переходом к рыночной экономике Конкуренция возрастала, возрастала стрессы, возрастали амбиции И количество неврозов резко усилилось И наши врачи были, к сожалению, не готовы к этому Не потому что они там плохие, а потому что просто в медицинской концепции отсутствовало понятие психотерапия Как таковая Потому что мир был, Советский Союз был за таким занавесом, да, железным У нас был либо психиатрический подход, который занимался психофармакотерапией Вот, который купировал острые состояния Либо такая психология больше педагогическая, да, воспитательная Там Макаринг, все дела Вот Поэтому как таковых направлений психотерапии их, ну их не давали развивать Вот Павлов очень классную делал работу, да Кому интересно, почитайте снятие формирования и снятие экспериментального невроза собак Вот, вот это было замечательно Бихверальная такая конкретная история Ну, потом ее очень классно развели в Америке Там, с экспериментом с белыми кроликами Прочие эксперименты с системной дестабилизацией, когда мы там, значит, представляли То есть, на самом-то деле, все у нас в Советском Союзе было еще давно Могли лечить неврозы гораздо лучше и быстрее, чем мы сейчас это начинаем делать Потому что, там, Месищев, да, там, в институте Бехтерова разработал психологию отношений Которую потом Борис Дмитриевич Кавасарский вывел в целую С его коллегами института Бехтерова в Петербурге Вывел в целую личностно ориентированную реконструктивную психотерапию Которая, с моей точки зрения, ну, феноменально подходит под невротические расстройства Айрон Бек с дочерью Джудит Бек сделали когнитивную модель и депрессии, и невротических тревожных расстройств Которые научно доказаны, что работают, да Вот, сегодня я вам хочу немножко рассказать про когнитивный подход в психотерапии И про немножко личностно ориентированный подход, так, скажем, расскажу более детально Ну, как смогу, да Значит, смотрите, с точки зрения когнитивного подхода Ваши тревоги и ваши реакции на ситуацию вызваны определенными базовыми убеждениями, которые вы формировали в детстве Как пример, одна и та же ситуация будет трактоваться разными людьми по-разному Ну, допустим, у всех у нас есть какие-то стрессы Вот мне на форме пишут, почему дело в стрессах, у всех же они есть, а я вот болею Совершенно верно Одинаковые ситуации Если, допустим, я возьму, ну, так вот, накидать, если, да Если взять семь одинаковых людей, столкнуть их с одной проблемой, одной и той же Все семеро будут реагировать по-разному Почему? Потому что у всех семерых Так, минуточку Так, у всех семерых разное детство То есть, за личностью стоит ее формирование И именно это формирование личности Что такое хорошо, что такое плохо, правильно, неправильно И приводит вас к реакции на определенные ситуации Именно эта реакция на определенные ситуации вызывает у вас определенную стратегию поведения Кто-то избегает А кто-то, наоборот, лезет на рожом У меня там вот был молодой человек, который не мог понять, почему у него с девушками не ладится Ну, как выяснилось потом в процессе терапии Он так хотел для всех быть хорошим Так хотел, чтобы его любили Что он прям вот, ну, слишком это делал навязчиво и вот перебарщивал Или наоборот, чтобы молодой человек не почувствовал себя некомпетентным Он будет избегать возможных ситуаций И сидеть, допустим, дома Да? То же самое с девушкой касается То есть, базовые убеждения, которые формируются в детстве Напрямую проходят как призма И оказывают влияние на все наши поступки, мысли и эмоции А тело и разум у нас на самом-то деле, ребят, ну, неразрывны И то, что вы чувствуете там, напрямую будет резонировать в вашу вегетативную систему Ваше телесное проявление Это связано с гормонами А поскольку мы гормоны контролировать не можем Допустим, тот же адреналин, да? Вот и возникают панические атаки Как они возникают, я уже рассказывал в предыдущем ролике И это вот когнитивный подход, да? Вот есть базовые убеждения, есть ситуации, есть определенное поведение Всему этому обучает вас когнитивный психотерапевт Вот, концепция когнитивная доказана многочисленными исследованиями, проверками Она одна из единственных, которые приняло международное сообщество психотерапевтов И медицинское сообщество, как реально работающую терапию с депрессиями и тревожными расстройствами Даже самый серьезный, да, такой фундамент психоанализа Он все-таки пока что остается в поле метафоры Но психоанализ знать надо, безусловно Что еще хочется вам рассказать? Я тут немножко записал себе что-то, да, чтобы не сбиться И хочется рассказать про... Вообще, что в практике встречается, да? Чтобы вы поняли, что такое невроз Вот вы пишете мне на спрашиваю.ру Или на ВКонтакте, или на сайте Что же делать? Вот здесь стучит, там колет, ёкает Ну, вот сколько бы вы мне вопросов не задали Тысячу, две тысячи, пять тысяч Ответ будет один Найти психотерапевта Да, понимаю, что порой дорого Порой тяжело Но вы, если хотите, вот, ну, как-то вот Чтобы вам объяснили, да, что происходит Из-за чего Нашли причины, нашли поводы Но это надо сделать Потому что каждый занимается своим делом Да, там, стоматолог занимается зубами Хирург занимается операциями А психотерапевт занимается неврозами И этим, ну, как бы, миновать это, ну, достаточно тяжело Потому что вы можете как-то в себе это затоптать Знаете, так, забинтовать, забинтовать, да, там В том числе таблетки Только, знаете, такое забинтование А если вы, ну, не поймёте, что с вами происходило Ну, вот Всё это опять вылезет Ну, вот, допустим У девушки был, ну, такой тяжёлый конфликт на работе Да, там, связанный с подсиживанием С подковёрными играми, там, всякими Которые шли в разрез её личности Там, её заставляли кое-что делать Вот, она как-то интуитивно Оттуда уволилась, естественно Вот, и вроде как конфликт был разрешён Внутренне, самой собой Ей полегчало на 3-4 месяца Пока она не нашла другую работу И через 4 месяца она мне позвонила Говорит, вы знаете, а у меня вот так вот Я там тогда сама справилась И сейчас что-то опять всё так же, по-новой А выясняем, оказывается, что что было тогда То же самое случилось и сегодня Потому что тогда эта зона была не проработана Она как-то вот просто ей повезло так, да Но вы поймите, что Вести-то может, ну, до поры, до времени Да, но пока вы с психотерапевтом Не проработаете всё это Не поймёте свою систему отношений Не поймёте свои базовые убеждения Через как это всё преломляется в вашей жизни В чём ваша стратегия поведения Допустим, ничего не получится потом Всё, уйдёте в какое-то тревожное Или там другое состояние Вот девушка, допустим, говорит Не, я не понимаю, почему я всё время кричу на родственников Да, ну вот мы разбираемся Оказывается, что вот Крик вот этот, это её вот стратегия Это её защита, да, такая Она вот настолько плохо к себе относится Чтобы это не чувствовать, она орать начинает То есть, ну, там Я могу много примеров приводить Или, допустим, девушка Которая долго не может принять решение По поводу личной жизни И вот она мучается Естественно, чтобы не принимать такое решение Она, ну, там сложное решение Не буду даваться в подробности Она уходит в тревожное состояние Ну, и, как бы, симптоматика решает за неё Некоторые вопросы Она откладывает некоторые важные в её жизни решения То же самое касается Вся невротическая история Она вот разделяется на три такие части Ну, можно сказать, что это Истерический внутренний конфликт Обсессивно-психостенический И невростенический, да Я об этом как-то говорил Давайте поподробнее Истерический тип конфликта Когда личность предъявляет завышенные требования к обществу Вот у меня много таких клиентов, да И вообще в жизни много моих коллег-психологов, психотерапевтов И таких клиентов Когда метафора такая Вы мне все должны У меня, значит, корона вот такая Да А я вот хороший А все уроды вокруг, да И вот всё не так Всё не так И дети не те И люди не те И работа не та Вот всё плохо, знаете Это формирование личности Естественно, она сталкивается с определёнными жизненными ситуациями Ну и пошло-поехало отсюда И вот у нас неврозы Всякие соматические истории вылезают Психосоматические Да Работать психотерапевтом нужно обязательно Ну, второй тип конфликта Обсессивно-психостенический Когда определённые убеждения личности Конфликтуют с ситуацией, опять же, да То есть, допустим, женщина убеждена Что надо говорить только правду А её, допустим, заставляют говорить неправду Или она не знает, как выйти из ситуации Где её заставляют говорить неправду И она объективно не знает, как разрешить конфликт Между, там, любовным треугольником Всё это уходит в обсессии Такие вот обсессивно-компульсивные расстройства Моем руки Стряхиваем себя крошки Моем комнату Проверяем ручки машин Там, знаете Ходим, да Ну, кучу всего Три раза потрогаем ручку Там, чтобы ничего не случилось Тоже работает психотерапевтом Или третий тип Невростенический тип конфликта Когда мы работаем на двух работах Значит, стремимся заработать деньги Стремимся показать всем Что у меня машина длиннее, чем у моего соседа Значит, что у меня юбка короче Что у меня шорты и ягодицы лучше И вот мы, значит, работаем с утра до вечера Перестаём есть Перестаём спать Доказывая, значит, людям вокруг и себе Что я, значит, молодец Герой Ну, как правило, потом такие герои Ложатся в отделении неврозов Они сначала ложатся домой Не понимают, что с ним происходит И когда совсем накрывают Их уже приводят в клинику Где приходится их, как бы, говорить Ну и что ты делаешь, да Вот То есть, на самом деле Невротические истории Они достаточно, ну, типичны Для практикующего психотерапевта И работать с ними, ну, не так уж и сложно Да, бывают случаи разные Безусловно Но на моей практике А я 4 года последний этим занимаюсь Ну, пятый уже даже пошёл Я могу так сказать Что всё зависит от срока давности Да Я уже говорил про три Про три этих самых Как его Про три Такие степени, да В кавычках Невротическая реакция Невроз и невротическое развитие Вот когда ко мне обращается женщина В тяжёлом невротическом развитии Там уже такая Тем более ещё и с истерией Такой достаточно сложной Когда она 20 лет этим В этом состоянии пребывает Ну, представляете себе Насколько это вот Огромное Огромный опыт жизненный 20 лет, да Вот в этом состоянии И это не то, чтобы там пропиталось Это в принципе В целом личность уже такая И корректировать эту личность Ну, как-то достаточно сложно И я думаю, что это не всегда даже возможно Вот коллеги из института Бехтеров Я думаю, ну, как бы Много бы вам рассказали таких историй Когда женщины, вы знаете, уже так вот За 50 Требуют лечения Но психотерапевт понимает Что в принципе там уже вот так вот Достаточно сложно менять что-то Можно из такого уровня напряжения Сделать вот как-то вот такой, да Рационально Но так, что прям поменять её Уже нет А если ко мне обращаются Там, скажем Люди Вот Там два года болеют Там семь лет хотя бы Да, вот так вот Два-семь Но это достаточно нормально Ну, как бы И то Ну, в идеале, конечно Если вы обратитесь До трёх лет Вашего вот этого Невротического состояния Будет гораздо проще Вы помните Почему время важно Потому что стираются взаимосвязи Между определёнными ситуациями Вашими эмоциями Да Вашими мыслями А для меня, как для когнитивного терапевта Это очень важно Вот Для меня это очень важно Что было тогда Когда всё началось Да Что вы думали Что вы чувствовали Что вот происходило А если это 20 лет назад Извините Началось То Ну, как-то вспомнить Я думаю, что вряд ли можно Вот Вот, собственно говоря Я это хотел сказать Исторический тип конфликта Обсессивно-психостенический И невростенический Да Когнитивный подход Вот Когнитивный подход Это значит с мыслями Да Что у нас есть базовые убеждения Есть стратегия поведения Из-за базовых убеждений А С точки зрения Личностно-ориентированной психотерапии Это вот как раз Особенности склада личности Да То есть Это именно Внутриличностные конфликты Которые сталкиваются С определёнными обстоятельствами И писать мне Что это неизлечимо Значит Что это вот какая-то страшная болезнь Ну ребят Ну Вы можете писать об этом Сколько угодно Что там То у вас сердце ёкает Там где сердца не было никогда Ну и откройте атлас анатомический Посмотрите где сердце находится Да Вот Пройдите обследование кардиологическое Пройдите обследование Ну неврологов Сделайте томографию Шейных отделов позвоночника Головы сосудов головного мозга Проверьте их Вам врачи скажут Что всё у вас хорошо Вы скажут Ну у меня всё плохо Ну да Потому что вот Такая невротическая история Единственное Что я вам могу сказать В этот момент Это идти к психотерапевту Вот тут больше рекомендаций Никаких чудес не нужно И когда мне говорят Что я там ходил Значит там К целителям Которые сказали Там купи мои книги Исцели себя сам Или значит там Какой-нибудь священный путь Положи мою книгу Под кровать Там под подушку Значит портрет Я заряжу для тебя воду Я повожу там руками Ну Как-то вот не знаю Да Вот Или там вот Какие-то Кремлёвские таблетки Там куда-то ссувать надо Ещё что-то делать Ну На самом деле Нету чудес Таких вот прям Знаете Вот прям Вот Положил портрет Под подушку И всё классно Если у тебя есть Внутренний конфликт В личности Своей Тебе надо сначала Это понять А затем сделать шаги На путь его изменения Вот тогда у тебя получится А пить святые воды По утрам Там утреннюю мочу Ранние сборки Читать какие-то книги Под названием Исцеление в книге Или исцеление здесь Ну Наша страна Ну в принципе Славится Да Дорогами своими Ну Поэтому Не делайте Из невротического состояния Какие-то вот Странные Болезни Да Там заоблачные На самом деле Ну Фрейд этим занимался Давным-давно Когда про истерию Говорил Да Все Вот Элис Бек Роджерс Кто там ещё Мясищев Да Павлов Все они прекрасно Всё понимали Перлз Тот же самый Да Ну прекрасно Всё понимали Откуда идут тревоги Фобии И прочие расстройства И прорабатывали Это со своей Ну как бы Со своей позиции И никаких чудес Тут нету Всё лечится Поправимо Просто надо прийти И найти хорошего Терапевта Вот и всё Что ещё хочется вам сказать Хочется попросить Прощения У тех людей Кому я не могу ответить Потому что Мне тут Ну приходят Периодически письма Как вы можете Не отвечаете Ну ребят Я просто порой Даже ваших письм Ну не всегда вижу У меня в контакте Ниже 60 пропущенных Неотвеченных сообщений Не опускается У меня там 80-60 Вот так вот Ну просто физически Это сложно сделать Да там Давайте Я вспомню Какие-то вопросы Спрашиваю Ру Такие самые Забавные По поводу Я сейчас не буду открывать Ну в принципе Если открыть форум Вы увидите Что все вопросы Достаточно типичные Ответ один Первое Обследование Полное медицинское Обследование Если обследование Находит патологии Особенности Анатомического строения Сердца Или ещё там чего-то Если врач говорит Что это в принципе Особенность Анатомического строения В этом нет Патологии Замечательно Радуйтесь Радуйтесь И ищите психотерапевта Сейчас очень Ну развит интернет Хорошо Да Даже там В далёких уголках России Работайте по скайпу Ну делайте что-нибудь Не сидите дома Что ещё можно Посоветовать А Ну вот Да Не могу всем ответить Ну я даже Не то чтобы ответить Не могу Я не могу Ну у меня есть Какие-то ресурсы Да Вот сейчас там В воскресенье По второго ночи Я вот так вот Решил с вами поговорить Немножко Потому что Знаю что завтра С девяти утра Я сяду вот в кресло И встану там Вечером только оттуда Да И я тоже Ну не Господь Бог И там Не Всевышний Который может там Раздвоиться Растроиться И всех Ну как-то Всеми заниматься Ну Кто очень хочет Ну пишите письма Вконтакте Пишите письма Чтоб я помнил Да Про вас Напоминаете Ну Я надеюсь Что Ну как бы Я сейчас сделал группы Да У меня там 16 человек В группе занимаются Ребята новенькие Молодцы Вот Постоянные мои клиенты Кто-то заканчивает С кем-то мы начинаем С два раза в неделю Потом переходим На раз в неделю Все нормально Кто-то быстрее Кто-то медленнее У меня есть ребята Которые там За пять-шесть занятий Поправляются Есть девушки Которые занимаются Подольше Симптомы Так вот Знаете Сначала Так вот Плавают Плавают Потом потихоньку Какое-то Начинает улучшение Потому что В голове Начинается преобразование Понимание Того Что надо делать Есть определенные Этапы психотерапии Там их четыре Сначала Научение Я должен вас научить Образовать Объяснить Что это такое Затем найти Почему вы именно Заболели Почему именно вы Откуда и как Затем решить Этот внутренний конфликт И затем научить Больше в это состояние Не попадать Все достаточно Технологично Очень технологично И чудес Тут нету Никаких Вот спрашивают У меня Спрашиваю По поводу гея Ребят Ну смешно Ну хватит уже Я очень люблю Девушек Может быть Сейчас многие Там Мужчины Разочаруются Но Нет Неинтересны мне Мужчины Никогда не были Мои девушки Очень смеются Там Бывшие Над этим Да Потому что Знают Как я Трепетно Отношусь К женской Красоте Вот Какие еще Смешные Вопросы Задают Про А Про это Само Про религию Ну я Уважительно Отношусь Ко всем Религиям Абсолютно Потому что Я знаю Что Это все В принципе Об одном и том же Да Ну так Назвали По разному Передумали Разные Философии Разные Подходы Но в целом Это все Об одном Не люблю Говорить Про религию Про политику Тоже не люблю Говорить Я вот Люблю людей Которые делают Что-то Понимаете Можно Кричать Винить Во всем Значит Наше правительство Но я вам Честно могу Сказать Что ни один Президент Ни один Премьер-министр Ни один Психотерапевт Ни один Хирург Не будет Хороший Для всем Для всех Понимаете Ну вот я знаю Там Талантливого Микрохирурга Который Меня оперировал Там Почти 9 лет Назад Да Золотые руки Человек Там Спасает Людям Жизни Но Он настолько Загружен Что он Когда идет По коридору К нему Очень тяжело Подбежать Он идет По коридору Из операционной В кабинет Да Чтобы отдохнуть Перед Между операциями Его Атакуют люди Он что-то Кому-то Говорит А кто-то Не успевает Он говорит Вот вы Значит Не можете Повыслушать Потом Начинается Он когда Заходит в кабинет Крики Какой он Зажравшийся Какой он Алчный Значит Вот денег Ему надо дать Чтоб он Выслушал Но Я понимаю Что это Эмоции Но Невозможно Быть для всех Хорошим Если ты Хирург Должен быть Сосредоточен Ты не можешь Вот так Просто Один На сотни Тысяч Людей Распылиться Ты Просто Ничего Не сделаешь Президент Не может Быть для всех Хорошим Я не могу Быть для всех Хорошим Спрашивают Про все Это несчастные Интернет Группы Интернет Форумы Но Слушайте Андрей Курпатов Сколько На него Вылилось Всего Незаслуженно Абсолютно Я считаю Что в принципе Он наверное Правильно Сделал Что послал Вот так Далеко И надолго Всех Этих Людей Он Сделал То что Он хотел Сделать Он сделал Хорошую серию Книг Хорошую серию Проектов Ну В большинстве Случаев Почему На интернет Форумах Таких Не сидят Врачи Психотерапевты Я к своим Профессорам Подошел Говорю А вот Как-то Там Участвуйте Они говорят Господи Упаси Бог Туда лезть Я говорю Ну как же Надо людям Помочь Там Просветить А Леш Там Не надо Это Там Этим Модераторам Этим Местным Товарищам Им Это Не Нужно Это Либо Такая История Маркетинговая Где Продвигается Фармакология Да Так Вот Очень Так Скрыто Продвигается А Либо Это Просто Люди Которым Скучно И Нечего Делать Вот Они Сидят Обсуждают Что-то И Не дай бог Там Появится Психолог Или Врач И Вот Там Специально Интересно Будет Там Пообзывать Потоптать Поиздеваться Ну Я Сначала Как-то Попытался От этого Удовольствия Получить Какое-то А потом Понял Что Ну Дебилы Просто Порой Да Там Попадаются Какие-то Ну Вот Там Особенно В числе Модераторов Ну Как бы Каждому Своё Наверное Кому-то Кому-то Суждено Просидеть На форуме Всю жизнь Вот И Стать Инвалидом От Той Болезни Которая У нее Существует Свято Доказывая То Что ВСД Есть И Что Это Страшная Мистическая История Там Да Паническая Атака Не лечится И так далее Ну Наверное Это его Жизнь Это ему Интересно Будет Так прожить Всю жизнь Мне интересно Будет Путешествовать Ему интересно Будет На форумах Сидеть Да Мне интересно Будет Вылечить Несколько Сотен Там Людей Может быть Несколько Тысяч Людей Которые Скажут Мне Спасибо В принципе Мне уже Есть чем Гордиться Да Там Я знаю Что 300 человек Могут Мне Сказать Спасибо С большой буквы Для меня Уже Это очень важно Ну А вы Сидите Дальше Там На своих Форумах Пишите Гадости Там Обсуждаете Гей Алексей Красиков Или Не гей А вот Что Он Там Кто Шарлатан Не Шарлатан Господи Да Пожалуйста Ваша Проблема Ваше Здоровье Вам Решать Да Ну Обидно Да Было Тогда Когда Ты Пытаешься Объяснить Людям Медицинские Концепции Вот Ты там Придумал Сам Ты там Значит Неуч Там Куда Ты там Да Ничего Я сам Не придумывал По большому счету Вся психотерапия Это один большой Плагиат Придумал Фрейд Юнг Перлс Элис Бек Роджерс Александер Да Ну Там Куча фамилий Таких Пару Десятков Фамилий Которые Много Что Вот так Открыли За ними Все это Развили И мы По большому Счету С моими Коллегами Мы рассказываем Людям И ничего Тут нового Не придумано Ну Пока Я свою Концепцию Не сделал Потому что Вряд ли Ее сделаю Скорее Это будет Такой Симбиоз Скорее Это будет Такая Синергия Из Когнитивки Гештальта Аналитики Такой Традиционной Да Как-то Вот так Это будет Такой Небольшой Гибрид Вот По поводу Телески Спрашивают По поводу Телесных Техник По поводу Йоги По поводу Спорта Да Здорово Молодцы Очень полезно Единственное Что Вы если будете Заниматься Йогой Если будете Заниматься В спортзале Прежде чем Идти в спортзал К аэробике К железякам Пройдите Обязательно Кардиологическое Обследование Пусть врач Кардиолог Посмотрит Там значит Под ультразвуком Сердца ЭКГ Сделает вам Что и скажет Да Все Иди в спортзал Ничего не бойся Все хорошо И если будете Заниматься Йогой В период Когда Если вы Еще в таком Достаточно Остром Состоянии Тревожном Постарайтесь Не участвовать В холотропных Дыханиях Вообще Все что С дыханием Связано Потому что Могут Так это Немножко Спровоцировать Тревожные Состояния Это может Учащенное Дыхание Гипервентиляция Может стать Ну так Немножко Страшновато А так В целом Закрытыми глазками Потянуться Там Да Там Очень хорошо Помогает Там Сосредоточиться На своих Каких-то Зонах Там Почувствовать Какое-то Тепло Да Порастягиваться Очень здорово Помогает Бассейн Вода Снимает Напряжение Замечательно Вот Что еще Так Из предупреждения По поводу Фармакологии Старайтесь Не слушать Советов В группах В форумах По поводу Таблеток Во-первых Это просто-напросто Опасно Вот Вы не знаете Что это за таблетки Вы не знаете Как они подбираются Какая дозировка Какой курс Какой вход Какой выход Да Из цикла Из курса Не надо Покупать таблетки По рекомендации Тех людей Которых вы не знаете В группе Я не имею права Рекомендовать Фармакологию Поэтому никогда Этого и не делаю Вот А есть некоторые люди Которые там Пашка Три семерки Порекомендовал Какой-нибудь Транквилизатор Понимаете А человек Откинулся потом В метро Из-за этого Ну зачем Не надо Ну этого не было Я просто так Метафорично Да Рассказываю Чтобы просто Поняли Что если вам Выписывает Какой-то препарат Пусть его Выписывает врач А не А не Кто-то Там Знаете Порекомендовал Вам Там На форум Ну вот О чем еще Хотел поговорить О чем еще Спрашивают Спрашивают В основном Спрашивают Об одном и том же Про симптомы Про сердце Про голову Ну попросили Ребята С сайта Ну его Я там повесил Анатомический атлас С этим самым Сердцем Да Попросили Про инсульты Ну в принципе По большому счету Ребята Инсульт Страх инсульта От страха Инфаркта Ну мало чем Отличается Потому что Вообще Фобические неврозы Да Они по большому счету Все В своей структуре Об одном и том же Я лучше буду думать Об этом Чем не думать О важном А что уже Это инсульт Сердце Мы будем бояться Либо инсульта Либо там Инфаркта Либо там Аллергии Либо отеков Либо значит там Потерять над собой контроль Упасть в обморок Показаться плохим И там Нехорошим Это все вторично Поэтому мои клиенты Прекрасно знают Что после нескольких занятий Когда мы На первых этапах Вот это как раз Тема обсуждаем Они знают Что я на определенном этапе Говорю следующее Я говорю так Прекращаем обсуждать Симптоматику Которая там У нас Периодически маячит Я говорю Все Понял что это такое Да понял Есть смысл это обсуждать Нету И мы И мы Из симптоматики Уже уходим В то самое Что называется Неврозом На самом-то деле Потому что Ваша тахикардия Ваша головная боль Это не невроз Ваши страхи Навязчивое поведение Навязчивые мысли Тревога Суета Это тоже не невроз Это некое следствие Невроза Вот эти все Вот эти Телесные моменты Да Это следствие А на самом деле Невроз Это внутри Там Там В маковке Происходит С этим я работаю Мне ваше сердце Ваши легкие Ваша голова Ваши там Мысли Про ручки Там еще что-то Мне это не очень интересно Если честно Но мне это интересно В начальных этапах Чтобы вам показать Что за этим стоит Ну допустим Давайте такой пример Чтобы так Освежить Что вам показать Такого Интересного Давайте я вам покажу Какой-нибудь рисунок Вот с панической атакой Да Ну вот смотрите Вот это метафора В принципе Панической атаки Вот такая метафора Вот это вы Человечек Вот это обстоятельства Которые вы трактуете Как очень катастрофичные Какое-то из них Вы даже не осознаете На самом деле Чстично осознаете А вот это Вот это нет И вы считаете Что эти обстоятельства Загоняют вас в угол И вам некуда деться А что делается С человеком Вообще с животным Когда его загоняют В угол И атакуют Естественно Выделяется адреналин Начинается Вот сражение Да А теперь представьте Что это все Метафорично В вашей голове происходит И вы дома Сидите или в маршрутке Или в метро На самом-то деле Если вы вспомните Паническую атаку И вспомните Тогда Когда вас пугала Собака Там маньяк Какой-нибудь Еще кто-нибудь Вы вспомните Что у вас в принципе Симптоматика Это одна и та же Не имеют ноги Спазм Внутри Солнечного сплетения Голова Страх Сердце бьется Это все об одном и том же Это все действия адреналина Вашему головному мозгу Абсолютно по барабану Что бояться То ли собаки То ли внутреннего противоречия Которое вы считаете Что это вас убивает Ну морально Я имею ввиду Тело А мозг реагирует Ему не важно Что вот На вас нападает Кто-то вот напротив Или вы сами Внутри на себя нападаете И считаете свою жизнь Там ужасной Да Для мозга Это одно и то же Для него нету Понятия реальности Ну тут можно конечно Квантовую физику Подключить Я вам объясню Что нету понятия Для мозга Что он представляет Визуально Что он про себя думает И что он Имеет Вот напротив Если подключить Квантовую физику То я тоже смогу Объяснить концептуально Это кстати Это интересная тема Да Когда вот Если вывести Слушайте А интересно Видите как получилось Да Забавно Вот если взять То о чем говорил Мясищев Да Это вот По поводу Особенности личности Если взять Бека По поводу Когнитивных установок Если взять Квантовую физику А вот на самом деле Мне кажется У меня так получится Неплохо Это все Объяснить С точки зрения Квантовой механики О том Что Человеческому Сознанию Предположим Да А Мозгу Предположим Абсолютно Не важно От чего Он выделяет Адреналин То ли адреналин Выделяется От того Что собака Бежит на вас То ли адреналин Выделяется Потому что Вы внутри себя Считаете Что Обстоятельства Загнали вас В угол Адреналин То выделяется Разница Только в том Что когда на вас Собака бежит Вы понимаете Что происходит А когда вы Сидите дома И выделился Адреналин У вас Застучало Закололо Там значит Да Вы говорите Коралул Вот Но это интересно Вот в принципе Это мы и обсуждаем С моими клиентами Когда они приходят На личную терапию Или в группу Вот Что еще хочется Рассказать Что еще спрашивают Так Что еще спрашивают Женат или не женат Не буду отвечать На этот вопрос Специально Не хочу отвечать На такой вопрос Что еще спрашивают Очень бы хотелось Записаться Ребят Уже говорил Ну Я понимаю Что хочется Напишите Оставляйте там Лучше вконтакте Пишите На форум Пишите На сайте В этот самый Добавляйте Скайп Мне так проще Потому что Скайп у меня практически Всегда включен Если вы мне в скайпе Будете периодически писать Это значит Что я по-любому Это вижу Потому что Если вы пишете На почту Или на форум И это займет Времени А в скайпе Я вижу это всегда Сколько стоит Стоит 600 рублей Час Да Меня кстати Очень многие ругают За эти суммы Ну Я считаю Что они Я считаю Что они правильные Как мне пока кажется Я считаю Что 3000 в час 2500 Ну 3000 в час Да Оно как бы Ну Оно нормально Потому что Каждый психолог Может ставить Хоть там 2000 Хоть 10 тысяч Это его личное право Оно не регламентируется Да Другое дело Что я просто хочу Показать людям Что психотерапия Может быть доступна Она Раньше Когда Фрейд Начинал психоанализ Считалось Что это привилегия Вот Богатых людей Да Вот Заниматься собой Психоанализом Там Вот А некоторые Вот люди Кто меньше зарабатывает Да Они как бы Недостойны Но я так не считаю Я считаю Что все люди на планете Имеют право На хорошее Психологическое здоровье Я считаю Что каждый человек На планете Имеет право Получить знания Для того Чтобы вырасти Я считаю Что Все От каждого человека Зависит эволюция В целом Да И чем больше Вот Людям Поможешь Потому что На самом-то деле Невроз Это эволюционный процесс Да Потому что Вы Вот У моей клиенты Это прекрасно Понимают То состояние Личности В котором Они были В неврозе И то состояние Личности В котором Они из невроза Вышли Оно абсолютно Разное И они Оборачиваются Назад И говорят Боже мой Каким я был Какой я был Каким я был Эгоистом Как я все это оценивал Как же я так думал А он говорит Я понял Почему я так думал У меня вот там Вот там В детстве Сзади Была такая цепочка Мыслительных процессов Которая заставила Меня Он шагает Со мной Вместе На шаг Вверх Понимаете Парень Который Из там Далекой глубинки Который Болел Неврозом Через 2-3 месяца Над ним Там Весь город Удивляется Потому что Он там Ну Он показывает Всем Они бросают Пить Они бросают Курить Они бросают Там наркотики Они начинают Читать книги Я им советую Чего читать Что делать Задаю им Вопросы Понимаете Это всегда Развитие Терапия Невроза Это всегда Развитие Этим На самом-то деле Я по большому-то счету Занимаюсь Если так Метафорично Не только я Все психотерапевты Которые занимаются Неврозами Кто это понимает Потому что Я вам так скажу Откровенно говоря Там Из тысячи психотерапевтов Но по моим оценкам Из тысячи психотерапевтов Наверное 50 Которые понимают Суть Человеческой Психотерапии И эволюционного Процесса Остальные Как бы Больше преломляют Свои проблемы Потому что Не знают Что такое Личная терапия Они пришли В психологию Совершенно Чтобы себя Познать И потом Он как-то Пытается Кого-то Вести терапию Но я вам могу сказать Что Очень важно В психологии Не переносить Свои проекции Свои Непроработанные Какие-то вещи На пациентов А в большинстве случаев Наши психологи К сожалению Ну Преломляют Пациента Под себя У меня так было Или было так С Васей Значит у тебя так же Вот это Очень большая ошибка Вообще в практике Да В нашей профессии Очень много таких Моментов Но это нормально Это естественно Но мы не можем ждать Тысячи гениальных Хирургов Да Мы знаем сотни Хороших хирургов Мы не можем ждать Из выпускников Художественных школ Я не знаю Тысячи Будущих Ван Гогов Да Ну Я не очень хорошо Разбираюсь В современной Живописи Фамилии Не так много знаю Вот Что еще хочется Рассказать Просили про любовь Ну давайте Из психотерапии Немножко про любовь Поговорим Да Стихи читать вам Не буду Как некоторые У меня как бы еще Я как бы не нуждаюсь В Психофармакотерапии Вот Значит Поэтому стихи читать Не буду вам Но Про любовь У меня был У меня был уже Ролик про любовь И про ревность Да Если хотите Посмотрите Значит Это Ангел Это не прекрасный Человек с крыльями Это тот Кто помогает Другим Ну да Интересно Про любовь Значит Я говорил В предыдущем ролике Тогда О том Что это Некое Состояние Гармонии И вот я хочу Почему об этом Сейчас сказать Помните Я вот сейчас Недавно Сказал Что вы в неврозе На таком Допустим Уровне А после психотерапии Вы поднимаетесь Несколько этапов На несколько ступенек Выше над собой И тут я вас Обязан предупредить А Вот если вы В этом состоянии Невроза Находитесь С Человеком В отношениях Да С девушкой С молодым человеком Не столь важно Встав На путь Развития Своей личности Понимания Почему я так чувствую Почему я так думаю Откуда все это пришло И как это развивается Во мне Разработав себе Все это Вы встаете Уже На Уже выше Для вас Эти ценности Могут перестать Быть Важными И для вас Уже будут Другие ценности Важные Для вас Эти ценности Где вы были Ну понятно На что показываю Для вас эти ценности Которые были В неврозе Могут быть Полностью Переосмысленны Включая Пару людей Которые вас Окружают Поэтому Очень много Людей На самом деле Меняют Работы Меняют Круг общения Меняют Друзей Знакомых Потому что Вы уже Не будете Такой Вы уже Будете По другому Ну Это не то Что вам стирают Память Да там И вы Там другой Нет Просто вы Сами начнете Как-то смотреть На мыслительный процесс По другому Вы сами будете Смотреть На разного рода Эмоции По другому На поступки По другому И все Что было тогда В неврозе И люди Вокруг вас Окружавшие Могут Быть Подвергнуты Такой Знаете Некой Переосмысли Переосмыслению Переоценке И в этом Вот Как бы Ну Нету Ничего Удивительного Поэтому Про любовь Я это имею ввиду Что Вот Имейте Ввиду Что Любовь Которая У вас 15 лет Одна Потому что В 15 лет У вас Одни Ценности В 20 лет Другая В 25 Треть В 30 Другая 35 40 Вы постоянно На этой динамике Находитесь И чтобы Вместе Мальчик Девочка Идти По этой Динамике Вы должны Друг друга Подтягивать Интеллектуально Развиваясь А не так Что один Сидит С фисташками С пивом А другая Девушка Пытается Работать над собой Работает У нее получается Она достигает успеха Переосмысливает Выходит из невроза А он по прежнему Сидит с фисташками И потом удивляется Куда ты от меня убежала Или наоборот Она там Вся там Кричит Нервная В истерике Парень Из этого вышел Он это проработал Смотрит так на нее Говорит Боже мой Зачем ты мне нужна Вообще Ну и они расходятся Да Вот так получается Если вы хотите Поэтому существует Семейная консультация Семейная терапия Чтобы вы Вот если вы Переосмысливает Подтяните человека За собой Если хотите Конечно Развивайтесь Синхронно Потому что Я не знаю Я не знаю Сильных людей Которые Ревнуют Вот Серьезно Да Как бы Если вы сильный Мужчина Если вы там Уверенная в себе Женщина Если вы Талантливый человек Профессиональный человек Успешный человек И у вас нету Детских там Непроработанных Психотравм И непроработанных Каких-то Личных моментов Если вы Гармоничная личность Ну Там нету Ревности Как бы Да Мне кажется Ревность Это такой Знаете Резонатор Личной проработки Мне так кажется Вот чем больше Ревности Тем больше Вот Тем больше Не проработанных Каких-то вещей В личности Мне кажется Вот как-то Вот Это лично Мое мнение Я не знаю Такой концепции Научно доказанной Но мне так лично кажется Ну вот Наверное Как-то вот Надо заканчивать Что еще вам Хочется рассказать Ну скажите Вслух Какие-то вопросы Может я их услышу Записаться Лучше Ну там Вконтакте Можно попробовать Записаться Да Пишите в скайпе Обследование Какие Томографии Сердца Легкие Железы Внутренней секреции Потому что Кстати Бывают моменты Связанные с Соматическими Заболеваниями Когда нарушена Эндокринная Система Допустим Новообразование Щитовидные железа Или тот же самый Надпочечник Да Которые могут Приводить К Дестабилизации Выброса гормонов Отсюда тоже Вегетативное состояние Может так вот Усиливаться Ну Это вся история Да Вегетативно Начинаться Поэтому вам Обязательно Нужно делать Ультразвук Щитовидки Ультразвук Надпочечников Смотреть Гормональный фон То есть Прежде всего В начале терапии Неврозов Полное Клиническое Обследование Если все Гуд То дорога К вам Психотерапевт Вот Что еще Ну да Есть там Некоторые люди Которые там Снимают ролики Но честно Ну да Я очень рад Что они это делают Ну главное Чтоб на пользу Единственное Что я вот смотрю Мне прислали там Периодически Мне понравился Парень из Санкт-Петербурга Вот Из Санкт-Петербурга Там вот Я так посмотрел Мне кажется Тут реально Я бы с ним Даже познакомился Как-то да Потому что Ну мне нравится Что он делает У него там Ну не психотерапевтическая история Там как бы Не медицинская тема Да Она больше такая Вот Коучинговая Такая Тренерская Да Ну С точки зрения науки Это называется Чистый бифиоризм Такой Сейчас я вас научу Да Но тот концепт Та концепция Которая вот Человек там В Питере Предлагает Мне кажется Очень ну так Ну вообще Как бы Я не говорю На тему эзотерики На тему таких вот Вещей Да 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 Вот это единственный Наверное Парень Такой Молодой Да Который вот Что мне близко Потому что Когда человек там Ну ладно Не будем это Да Наверное Вот из Питера Парень Единственный Все остальное Как-то оно вот так Это немножко На Так сказать Не туда Как бы Не об этом Больше о людях Которые это делают Чем о Медицинской Какой-то там Концепции Да Это больше там Крики Крик о помощи Больше я бы сказал Так вот Вот Что еще Пишите вконтакте Пишите в скайпе Ну наверное Все Да Вот так вот Немножко с вами поговорил 50 минут Наверное Вот Будет лучше По поводу сайта Спасибо двум Парням Которые предлагают Мне модернизировать Сайт Ребят Ну я не хочу Вас эксплуатировать Во первых Да А во вторых Действительно Сайт нужно будет Делать там По другому У меня есть куча идей Как это все улучшать Как это все развивать Пока временно Это нету Команды у меня нету Помощников у меня нету То что я напрашиваю Себе помощников Нет У меня Ну не надо Мне нечего помогать Я сам справляюсь Просто по поводу Интернет команды Ну наверное Да Я познакомился Там У меня есть очень Ну хороший Клиент Да Хороший человек Который С IT Технологиями Связан Вот Ну может мы сделаем Тот проект Который у меня сидит В голове Если мы его сделаем То это будет конечно Очень круто Вот Я думаю что это Будет такая Революция В психотерапии В нашей стране В Украине В Беларуси Потому что У меня очень много Клиентов с Украины Я очень хорошо Отношусь к этой стране И к этим людям Но мне кажется Психотерапия Там немножко Так В России Это не очень Классно С ней Мягко говоря Да А вот На Украине Как-то Может это мое Субъективное мнение Не обижаетесь Да Но как-то Все там Так Это очень Печально Отношение врачей К людям Не всем Я уверен Там есть хорошие врачи Искренние Профессиональные Но то что рассказывают Мне там Человек 30 Наверное Которые у меня В последнее время Были с Украины Как-то Оно мне так Это знаете Ну Коробит чуть-чуть Да Была история Наверное Рассказывал Когда я звонил В Киев В одну Частную клинику Девушка Жаловалась На сильное Головокружение Вот Она пришла в клинику И сказали У вас ВСД Значит давайте Там психотерапию Значит там Ей назначили Иглотерапию Потом Релаксацию Какую-то Там еще что-то Проходило А у нее Основная жалоба Была в принципе Тревога и головокружение Как я потом понял И она проходила По-моему Месяца два На все это дело И пишет мне Вконтакте В этом Да Вконтакте Здрасте Алексей Или в одноклассниках Не помню Здрасте Алексей Я вот два месяца хожу Значит На иглотерапию На психотерапию У меня кружится голов Все больше и больше Ну у меня время было Я так это с ней попереписывался Говорю А вы пишите Как кружится Вот каких состояний Когда начинается Как проходит Она говорит Ну вот я просыпаюсь И все У меня вот прям вот так шатает И она пишет Описывала головокружение Не то Которое свойственно неврозам Да Потому что в неврозе Головокружение Оно достаточно типичное А там прям вот реально Вот представляете Вот так вот Да вот все Вот так вот переворачивалось Прям Я понимаю Что это не совсем Невротическая тема Я говорю Простите А вас вот Врач который Вот вас вот ведет Он вам Ну на обследование головы Как-то предложил Там томографию Да там сделать Нет Он сказал Что это невроз Не надо Я вот потратил Уже там около Там трех тысяч долларов На все на это значит дело У меня вот все кружится И кружится Все хуже и хуже Уже тошнит Начинает Просто все Отвертится Я понимаю Что эта тема Нездоровая Я говорю Слушайте Ну сходите На томограф Она говорит Да не надо Это вот невроз Там Я говорю Слушайте Сходите На томограф Она сходила Ну там Базальный Арахноедит Достаточно Запущенный Ее Екстренно Госпитализировали Там Воспаление Головного мозга Да там Не увидели Просто-напросто Врачи Вот Ну Наверное Такой случай Бывает Поэтому Прежде чем Приступить К терапии Неврозов Сейчас обращаю К коллегам К психологам К психотерапевтам Всегда Отправьте Клиента На обследование Если он пришел К вам С обследованием Понимаете Что там Давно это было Допустим Если Скажите еще раз Сходите на ЭКГ Еще раз Сходите туда Еще раз Кровь на гормон Пускай он это сделал Вторично Надо исключить Ну по методу Негативной диагностики Реальную Соматическую Патологию Если вы этого Не сделаете Риск того Что вы Под невротическим Состоянием Пропустите Соматическое Есть Поэтому Всегда Сначала Полное Обследование Только тогда Когда врачи сказали Ну нечего у тебя Ну нету Ну в космос Тебя можно посылать Ну да Поднимается давление Потому что ты тревожишься Да Тахикардия Да Там какие-то особенности Анатомические Но это тебя не убивает Все у тебя связано Там с неврозом Вот так Да Работайте с этим пациентом И вот ищите внутренние проблемы Ну вот наверное Как-то так Да Может сумбурно получилось Может не очень Впереди много дел В отпуск я собираюсь Наверное в августе Вот Что еще Буду так вот Как делать такие записи По когнитивке По гештальту Потом По еще каким-то Вопросам Буду отвечать На ваши просьбы Ну вот так Как-то часочек Почти поговорили Да Спасибо Будьте здоровыми Пишите вконтакте Пишите в скайпе До встречи Пока Продолжение следует...